Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 марта, день Льва Катанского, назван в честь святого отца Льва и епископа в городе Катани на Сицилии. За свое чистое житие и разум был удостоен всех по порядку священных степеней, заботился о нищих сиротах, врачевал недуги своими молитвами, но для бесов и их служителей он был страшен, как лев для волков. Крестьяне переименовали этот день Льва Катыша. Сегодня катались с горок. И тот, кто дальше скатится, тот удачливее всех будет. Говорили, зима на исходе, торопись на санках накататься до сыта. Зиму провожали с размахом, выпекали масляничные блины, устраивали маскарады, водили хороводы, ходили в гости, простили прощения у тех, с кем были в ссоре. По-прежнему сегодня запрещалось смотреть вечером на звезды, чтобы беду на себя не накликать. В народе верили, что в начале марта небо счастье уносит. Считалось, что в образе падающих звезд предстают духи, которые на ночь ложатся в постель к замужним женщинам, когда их мужья отсутствуют. Кстати, я однажды сам почувствовал, вернувшись домой из поездки, этот феномен. Приметы. Если сегодня снег прошел, год будет неурожайным. Меняется направление ветра, оттепель будет недолгой. Ничего нового сегодня начинать не следует, не получится. Нельзя давать никаких обещаний, выполнить их также не получится. Если сегодня выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток. Двадцать девятые лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нарушение, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц.